Социальная мастерская, аудио и видеотехники. Людей с ограниченными возможностями и ветеранов обслуживаем бесплатно. Скоро открытие. Причем уже второе. На месяц мастерская закрывалась на реконструкцию. По планам уже со следующей недели она сможет принимать и клиентов, и работников. Только теперь, чтобы оформить заказ, специалистам не придется подниматься для приемки. С помощью подъемника, который здесь установят на днях, и подняться и спуститься в мастерскую, человеку с ограниченными возможностями будет гораздо проще. А сегодня за ходом строительных работ каждый день наблюдает руководитель мастерской Эдуард Ахтырцев. Была проблема большая найти подрядчиков, кто это сделает. Деньги выделены федеральные, на обустройство входной группы. Шесть компаний у нас было, которые собирались нам сделать это, но в конце концов они отказались. Вот единственная компания, которая приступила к работе, мы им очень благодарны, потому что работу ребята делают для нас великую. Ремонт идет и в помещениях. Часть уже отремонтирована, но работы продолжаются. Смонтирована новая дверь, готовится к монтажу пандус. Реконструируется входная группа. Также за счет средств городского бюджета установлена пожарная сигнализация, а на компенсацию арендной платы, затрат на электроэнергию, а также на другие коммунальные платежи и на содержание сайта идут субсидии. Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций города Владивосток осуществляется с 2012 года. За это время свыше 25 организаций смогли получить субсидии и направить их на те необходимые нужды, которые возникают в общественных организациях. Социальную мастерскую Эдуарда Ахтырцева городские специалисты называют ярким примером того, как НКО успешно реализует свой социальный проект. Ведь здесь не только бесплатно ремонтируют технику всем людям с ограниченными возможностями по здоровью и ветеранам, но и предоставляют рабочие места тем, кто уже расстался с мыслью полноценно работать и быть полезным обществу. После открытия сюда устроят уже пятого сотрудника. За год существования организация не расталкивалась с трудностями и по большей части не с бюрократическими. Инвалиды обнаглели. Они, кажется, посадили на шею, немножко вот так свесят и начинают права качать. Вы представляете, в такой пандус, в какое он место займется. Кто-нибудь нам бы показал проект этого пандуса, они сначала хотели сделать просто козырек. Ради бога. А сейчас они изгрозят всю территорию. Жильцы подсчитали, будущий пандус займет сразу два парковочных места. С таким непониманием Эдуард Ахтырцев столкнулся еще год назад, как только приспособил подвал под социальную мастерскую. Причем с таким рвением в других дворах не борются даже с наркоманами и бродягами, которые то и дело осваивают цокольные этажи. И все же найти общий язык с жильцами удалось. Да, сегодня здесь у дома номер 128 по проспекту Столетия. В Владивостоку довольно шумно работают строительные инструменты. Однако к таким необходимым неудобствам жильцы этого дома были готовы. Специально для этого организовали собрание. Конечно, кто-то был против, но в целом ради благого дела потерпеть согласились. Такая оттепель в отношениях, безусловно, важна и для самого Эдуарда. Пока спокойно. Но я думаю, когда вход откроется у нас, когда все это будет сделано, я думаю, жильцы увидят, что мы не зря шумели этот месяц. При этом результат должен порадовать не только людей с ограниченными возможностями, для которых установят подъемник. Ступеньки станут шире и безопаснее абсолютно для всех. А чтобы, как в прошлом году, их не заносило снегом, над лестницей закрепят козырек. Открыть обновленную мастерскую планируют уже через неделю. Инна Щедрова, Дмитрий Сухоруков, Новости на Восьмом.